Мы только направились в решение вами, товарищ генерал, и Айд Борисович, то, что эту работу надо делать. И это должно звучать не только в Армении, но и здесь, и как можно громче, и яснее, и привлекательней. И поэтому я надеюсь, что такая аудитория – это только начало. И здесь поддержка со стороны нашего общества, оно единственное, хочу подчеркнуть, в России является межрегиональным. То есть мы имеем право, и мы пользуемся этим уже все время, работаем во всех регионах Российской Федерации, в отличие от общества дружбы с другими странами, российскими обществами, которые являются обществами с одного кольца. То есть региональное общество, дружба и сотрудничество с какой-то страной. Ну, таких стран, как вы знаете, около двухсот. Ну, не со всеми они имеются, но единственное, еще раз подчеркиваю, мы являемся межрегиональным. И поэтому в проведении той здравой, наступательной и активной позиции по защите интересов армянского народа и его будущего, мы становимся рядом с вами и, насколько это будет возможно, будем полезны. Что хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание, я очень рад выступлению моего земляка, Ростовчанина, я, правда, не знаю, но, скорее всего, профессора, да, который и преподнес и исторический, так сказать, экскурс, от которого меня тоже освобождает, поскольку я люблю историю Армении и знаю, что напоминание в истории всегда укрепляет веру в будущее у каждого из нас. Поэтому есть вещи, о которых сегодня мы должны четко и правильно понимать. В чем проигрыш, и больше не буду возвращаться к тому, кто отвечает за прошлое, кто допустил какие ошибки, это уже победит, надо подводить черту и не вспоминать. Еще об одном. Не надо требовать возвращаться к старому лозунгу, с кем Россия. И если не с Арменией, значит, все плохо. Россия должна быть с Арменией, но нельзя ограничивать Россию в проведении своей собственной политики с другими странами, в том числе и с Турцией, и с Азербайджаном. Другое дело, использовать, плохое слово, работать с Россией так, чтобы эта политика приносила пользу не только России, но и Армении. У нас всегда, либо с Арменией, мне приходилось работать почти пять лет советником посольства России в Армении. И кроме того, что я в предыдущие годы, можно сказать, на коленях прополз Карабах, а потом познал примерно в такой же степени и Армению, приходилось слышать, если не с Арменией, ну, то есть, по сути дела, враг. Надо научиться, прежде всего, отвечать за себя. И тоже хочу посоветовать вот в этом движении, вообще в будущем, за возрождение и самой Армении, и, конечно же, и Карабаха, это избегать, а что скажет Москва. Вот если Москва не сказала, мы делать ничего не будем. Или скажите, кто в Москве сказал это? Я, вот Владимир Андреевич, да не только он, и Григорий Юрьевич, знают, что такие инициативы мы проводили, и прежние руководства, и Армении, прежние руководства Азербайджана, ой, вернее, Нагорного, Карабаха, даже последние. Что не начинаешь делать, явно полезно, в защиту интересов армян Карабаха. А кто сказал об этом в Москве? Скажите, и мы будем тут делать. Если нет, ну, вот эти ошибки хотелось бы не допускать. Смелее брать на себя то, что должно приносить результат. Ради чего мы начинаем движение, акции и так далее. И, конечно, ну, если приходилось читать мои статьи, то там вы никогда не найдете упреков в сторону армянского народа и даже нынешнего политического руководства. Потому что наше общество, у нас есть кредо, не критиковать армян ни по какому поводу. Но мы говорим одновременно критику в адрес, конечно, и руководства политического, военно-политического руководства России. Это мы имеем право. Мы как граждане России и как общественная политическая, как общественная организация, да, и используем. И будем использовать. Но это не значит, что мы не знаем о недостатках наших друзей. Давайте посмотрим откровенно на ситуацию с армянской диаспорой в России. У нас практически сегодня более трех миллионов армян. Какова роль армянской диаспоры во всей оценке общественно-политической ситуации в Армении за последние пять лет? Особенно, в том числе, по карабахскому вопросу. Мы видим, что здесь не то, что активности никакой, результативности никакой. Это очень печально. Очень. Для нас, русских, это важно. Вы посмотрите, что делается. Я, наверное, не дам... Зачем далеко ходить за какими-то примерами? Вот недавно состоялся так называемый русско-армянский форум. Я знаю, что многие здесь сидящие присутствуют на этом форуме. Называется русско-армянский форум. В зале... Ну, я думаю, что где-то процентов девяносто два с половиной были армяне. Правда? Да. А сколько русских было? И наоборот. Среди выступающих сколько армян было? Такое же соотношение, только все перевернуто. Да. Разве это допустимо? А кто организатором был? Друзья, вы... Неужели, придя на любое мероприятие, которое проводится армянская диаспора в Москве, там русских два-три человека. Ну, разве это допустимо? Это... Ну, как бы... Для чего создана общественная организация? Для того, чтобы проводить работу среди населения? Какого? Ну, если в России, то среди российского. Не только русских, евреев, татарев, и так далее, и так далее. Но их нет в залах. Поэтому сегодня... Многие русские не знают, что армяне право-христиане. Это первое. Второе. Ну, я не беру советское время. Четвертая дума. В думе было 17 депутатов армян. Последние три созыва... Нет. Ну, в пятой думе было 4. Семен Багдасара. А последующих ни одного. Ну, где лобби армянское? На крышах? На асфальт? Ни на одном ресурсе российском нет ни одного армянского олигарха. Банкиры. Где? Я упрощаю. Путин летит за рубежем. Среди... В составе его делегации. Вы хоть запомнили за последние десяток лет хоть одного армянина? А ведь уши для того, чтобы слушать. Кто ему подскажет на этом высоком уровне ту или другую политику или в защиту интересов армян? А сегодня азербайджанская, турецкая лобби у нас очень сильная. Я здесь ничего нового не открываю. Кто будет защищать эти интересы? Я имею в виду интересы не только армянские, но и нас русские. Еще раз обращаюсь к своему земляку Надеи Нороевский. Достойно представил прослойку и вообще влияние протверецкого вопроса и окружения. Я могу даже сослаться еще и на тот факт, что шахматная доска известного американско-польского политика. Она прописала и петли анаконды для Российской Федерации, для России. Так вот, что такое 4,4 тысячи квадратных километров, которые составлял Карабах? Этот кусочек до последнего времени сдерживал эту петлю анаконды только потому, что от Балтийского моря до Черного моря этот отрезок. А убрав Карабах, мы соединили НАТОвскую блокаду теперь уже от Финляндии, то есть от Северного Ледовитого океана по Лемову Флангу на карте. И убрав Карабах, обогнули с другой стороны опять же до Северного Ледовитого океана и петля практически сомкнулись. Это для нас. Вот можете представить, что сделали те люди, которые приняли решение сделать исход карабахцев из Карабаха и упразднить республику Арцарх? Это, так сказать, к страшной геополитике. Просто гипотетически, а зачем нам нужен Северный Ледовитый океан или Северный морской путь? Куда? Кого везти? Откуда? Когда кольцо замкнулось? Вот к чему может привести недальновидность и оплошность. Ну, понятно, Россия будет решать эти задачи, как всегда, как мы умеем говорить, пока жареный петух не примет нас в одно место. Но мы должны об этом думать и решать вместе с вами. Поэтому то, что у руля этого движения два таких политика, как вы, надеюсь, не то, что надеюсь, я уверен, понимаете значение каждого миллиметра земли, а ведь о карабахе нельзя так говорить. Это не земля. Петр Первый начинал освобождать армянский народ не потому, что ему нравилось Каспийское море. И из Астрахани брать Дербент и Баку. Он мог идти через Тифриз, но не пошло. Потому что он знал, что вот он. А почему персы с нами дружат и не мстят за то, что мы от них отобрали Восточную Армению? Потому что они... Персидский шах тогда, встречаясь с Исраэлом Ари, тогда отрабатывалась геополитика, которая сегодня имеет свое развитие по отношению британской империи. Ну а сегодня мы говорим о США и Европе. Поскольку есть понимание цели, есть понимание задачи, дай Бог сегодняшнему кораблю, хотя в Армении есть только один Севан и в Марии, но все равно большого плана. Удачи! Спасибо.